так братва всем привет мы на канале батя в деле меня зовут руслан хочу снять ролик о и рассказать о теме того как я открывал канал ю тубе то есть периодически сейчас последнее время я встречаю людей либо со мной ехали клиенты либо ко мне подъезжают ребята знакомые таксисты и либо какие-то старые друзья спрашивают про канал на ю тубе типа кто-то гоняет на мацаках по всей стране кто-то хочет строить дачу с нуля по землю хочет там что-то делать кто-то что-то хочет еще там снимать про такси и но люди спрашивают у меня вообще типа чувака стоит ли начинать или нет в отличие от тех людей у которых я изначально спрашивал типа стоит ли залезать в эту тему которым не отвечали нет все фигня нафиг тебе это надо работает быстрее заработаешь я скажу что надо то есть в принципе сейчас я уже могу делиться информации я уже к чему-то пришел то есть у постоянные просмотры на ю тубе у меня есть включенная монетизация есть сторонняя реклама во многих роликах ну и собственно я не достиг какого-то супер там уровне какого-то крутого но при этом это уже канал можно сказать рабочий он уже крутится вертится постоянно выходят ролики на нем в большинстве придерживается одна тематика или около нее ну и разбавляющий контент ролики ну и собственно мне кажется уже от нуля до единицы я дошел то есть принципе уже неплохо ну и собственно чем короче говоря как я начинал вообще сначала я думал о том типа вот я залезаю сферу такси как еще можно заработать вот я покупаю машину может быть там вторую может быть третью что еще надо делать там не знаю lightbox создавать под фотоконтроль там или в аренду или что-нибудь такое да и типа может быть еще экранизировать всю эту историю на ю тубе но я ничего не понимал ни в монтаже не в съемке там тем более каких-то таких моментах сценарий какие-то или что-то еще то есть я всегда все живую пишу ну как есть то есть начиная просто с какой-то идеи в голове сажусь перед камер начинаю рассказывать а вот и уже развертываю в процессе этого какую-то идею вот значит как я начал собственно ничего не понимая ничего не знаю вообще просто начал тестировать попробовал написать план на первые 30 роликов то есть я думаю чтобы я бы рассказывал чтобы я хотел рассказывать вот первый ролик такой там 2 3 так до 30 ну и какая-то там логическая продолжительность что одно не должно одна идея какая-то не должна выходить раньше другой то есть это все должно какую-то логическую последовательность имеет то есть если я поработал образа на экономе я потом поработал возможно комфорте там и так далее пошло поехал в общем я написал план на 30 роликов даже сейчас мне на канале там 50 там роликов есть уже из тех 30 снята только 15 то есть во время ходьбы у нас постоянно появляются какие-то новые идеи то есть мы начинаем снимать одно в процессе появляется что-то еще другое но этот план я возможно добью конечно же он еще пополнился спустя время то есть у меня появляется вот какие-то идеи加油 их выписываю то есть собственно я начинала сценария то есть такого некого по роликам идеи просто нужно отснять далее ну получилось самый печаль не ты первый ролик который нужно было снять нужно было что-то рассказать о себе то есть канал начнется того что ребята я сейчас расскажу типа по себе я такой такой ты я работал там то вот такой то у меня опыт и будет что рассказать там я это все типа пройду на себе И проверю, врут нам блогеры какие-то или нет Ну и расскажу все, как есть, правду Одно дело было его отснять Но с проблемами как-то еле-еле Другое дело, заманит этот интерес Может перейти в первый ролик на канале Посмотреть, какого он качества Это просто стыд Если посмотреть назад Очень плохо, очень печальное качество Но я придерживаюсь Такого, наверное, принципа Что я с канала ничего не удаляю То есть никакие ролики у меня не удаляются Может быть что-то одно висит в архиве И то это по очень большой просьбе После какого-то большого конфликта И с нормальной просьбой со стороны людей То есть если они обращались адекватно Те, кто обращались неадекватно Конечно, ничего я не убирал никогда Ни в архив, ни удалял Первый ролик можно посмотреть Я его никогда удалять не буду То есть это будет то, с чего все начиналось Я взял у друга Комп И попробовал на Adobe Замонтировать этот видос Посмотрел пару роликов Как типа монтировать на Adobe Premiere Всю эту историю Ну, с горем пополам Как-то слепил Звук уехал Качество очень плохое получилось Но сделал Ну и собственно Дальше После выпуска первого ролика Ну, конечно, я раскидывал друзьям Говорит Ребята, давайте поддержите меня И начал народу рассказывать Типа Вот буду снимать про такси Кто-то мне говорит Такой Блин, чувак Может у тебя проблемы Может тебе помочь Там чем-то Ну, давай Там у нас есть работа Я говорю Да нет Типа, все в порядке Двигаемся дальше Ну, короче говоря Нужно просто Типа Этот план Воплотить наяву В процессе Когда я людям Начал рассказывать Что я буду Вот как бы Мутить канал Да, на ютубе Там вот эту всю историю Погружать кого-то Процессы начали Как бы Соединяться И там Один друг мне Макс Швалов Говорит Чувак У меня есть несколько камер На тебе гоупрошку Пятую Поснимай с нее То есть Примерно там Может быть до 30-го ролика Я все снимал с нее Вот Это такая Пятая Гоупро Блэк Ну, для начала Это было очень хорошо В принципе Если кто-то ищет На что снимать Может Шуршать где-то по авито И посмотреть Какие-то такие старые камеры Единственное Что в лучшем случае Нужен будет сторонний микрофон Покупать Я брал туда Бою Там тысячи За две с половиной Петличный микрофон И с телефона Просто записывал голосовушки И накладывал потом На ролик сверху Также Ну, то есть Вот с гоупрошки Я снимал большинство видосов Пока Как бы Можно сказать Канал Не окупился в чем-то Да И не принес там денег Уже на новую камеру Собственно Вот так Далее Эти же рассказы Когда я рассказывал людям Что Вот, блин Ну, типа Вот сейчас мучу канал Уже контента много В общем Что-то надо где-то монтировать Как бы Юрик Джипси Мой друг Ан Говорит Слушай, у меня есть Типа макбук Если хочешь Ну, там Я рассказывал всем Что там есть Очень удобная программа Аймуви Он говорит Если хочешь Можешь приезжать ко мне У меня там Когда я дома буду монтировать Ну, я гонял к нему На другую сторону Москвы И пока он спал Там Я садился с девяти вечера Там до пяти До шести утра И за это время Я пытался сделать Там пять роликов Пять-шесть роликов Конечно, качество было плачевное Тоже Я все быстрее и быстрее Сам уставший Еще после работы Это Ну, и пока Юрбас рядом спал Я монтировал эти ролики В процессе Также рассказывая Людям Ну, и до сих пор Я, конечно, монтирую Через Аймуви То есть, это очень Удобная для меня программа Классная Ну, то есть Мне кажется Что там достаточно функционал Для того, чтобы В принципе Снимать ролики И монтировать Ну, в процессе Просто, когда раз за разом Ты делаешь ролики Появляется Какое-то новое Понимание Видение Как это нужно делать То есть Как бы обрастаешь опытом Делаешь это качественно Делаешь лучше Какие-то Возможно Видишь новые ролики С какими-то эффектами Что-то заимствуешь Где-то То есть Даже Когда смотришь фильмы Смотришь Какие они берут Там Кадры Какие берут Они Значит Ландшафты Там Или что-то В общем Оттуда Какие-то идеи Перенимаешь Уже по-другому Начинаешь смотреть На Видеографию Это все На то Как снимают люди Как монтируют И так далее Вот И в процессе Такого же Там Рассказа Очередного Одному Своих Там Друзей Анатолию Волхову Он говорит Слушай У меня Дома лежит MacBook Pro Ну типа Я им не пользуюсь Хочешь поменять Там Аккумулятор Или зарядку И можешь В принципе На нем Попользоваться Вот Это Конечно Мне очень сильно Помогло В плане того Что я до сих пор На нем монтиру На этом компе Конечно Это такой Временный Момент Что дальше Нужно В любом случае Приобретать Свой компьютер Более С крупным Монитором Более Мощный Для того Чтобы Лучше Как бы Все это дело Происходило Ну Как бы В деталях В дальнейшем Еще ставить Качественнее То есть Мне кажется Что Как я снимал Сначала на GoPro 5 А потом Купил себе Девятую Которую я сейчас Снимаю уже И Также точно С MacBook Которые мне Помогли То есть Мне дали Как-то Временно Попользоваться Это Помогло Мне Дома Сидеть Вечерами По 2 По 3 Часа И потихонечку Монтировать Какой-то ролик Не без Лишних Заморочек И делать Качественно Больше Уделять Внимание Качеству Также Точно Придет Момент Когда Нужно Будет Приобретать Свой Компьютер Уже Более Мощный И монтировать На нем Делать Еще Качественнее Еще Собственно Можно сказать Что Если Подытожить Я начал С того Что Я просто Рассказывал Людям Начал Сценария Кто-то Дал Мне Камеру Спасибо Максу Шувалу Кто-то Дал Мне Возможность Ездить К нему Потом Монтировать Ночью Это Юрий Джипси Спасибо Анатолий Волов Которого До сих Пор Я Компьютером Пользуюсь Он У меня Ему Большое Спасибо То есть В принципе Люди Нам Вокруг Слыша И Веря В то Что Вдруг Что-то Получится Нам Помогает В принципе Основа Вот такая То есть Есть Сценарий Начинаем На что-то Снимать Я Сказал Как это Возможно Если Вам Никто Не дал Камеру Там Не знаю Никто Не помог Вы Нашли Сами За несколько Тысяч На авито Купили И начали Все Делать Вот Все Остальное Что Мне Помогало Уже После Того Как я Выкладывал Ролики Я Понял Что В моем Случае Очень Сильно Мне Помогает Это Первая Картинка То есть Мы Делаем Ролик И Потом К ней Делаем Застав Какую-то Картинку Делаю Я Сам Мне Помогает Еще Жена Со Своей Проф Опытом Деятельности Дизайна Можно Заказывать Картинки Сейчас Куча Людей Делает Там По 500 Рублей Одну Обложку Причем Очень Качественно За 500 Рублей Можно Найти Хорошую Картинку Или Хорошего Дизайнера Который Сделает Эту Картинку И Мне Помогли Теги То есть Я Лично Каждый Ролик Который Я Выкладываю Я Тематику Этого Ролика Ну Допустим Я не знаю Как с этим Роликом Как Открыть Канал На Ютубе Я Забиваю Вордстате Мне Показывают Кучу Подхожу К этому Вопросу И вижу Те запросы Которые Ищут В сети То есть Реальный Запрос Ежемесячно Полугодично И в год Сколько Кликают Вот эту Тему Я Убираю Те запросы Забиваю В теги Ну и Собственно По этой Тематике Мои ролики Начинают попадать В гугле Начинают попадать В ютубе Для этого Нужно Некоторое Время Может быть Месяц Полтора И Я вижу Что Внешние Источки Начинают Расти Собственно В принципе Что Мутите Ролики Монтируете Их Делайте На них Качественную Картинку Прописывайте Название Вот из этих Скорее всего Запросов Очень похожие На что-то Популярное Прописывайте Теги В описании К ролику Я также Частично Если мои ролики Посмотреть Там иногда Описание Очень глупо Выглядит Но Оно прописано Так Как Выглядят Вот эти Популярные Запросы Что-то из серии Я делаю Я сам лично Делаю Своими руками Лицензию Для такси И Лицензию На такси Для меня Было сложно Сделать Лицензию Под такси Ну и пошло Поехало Порой в описании Может быть Странно Выглядит Но это Такая Составляющая Метаданных Неких SEO Продвижения Которые Нужны Под роликом Тоже Ну и собственно В принципе Этого достаточно Для того Чтобы Стартовать Мутить ролики Чтобы они где-то Попадали В какие-то Рекомендации Где-то Не попадали Во внешний источник Когда кто-то Ищет там В гугле В яндексе Эти запросы Потому что Мне кажется Что в русскоязычной Полосе Запросы Яндекса Ровно Так это Сказать Коллинируют С запросами Гугла То есть Если типа Я Образно говоря Русский человек Я вот думаю О каком-то Запросе Там И серии Тоже Опять же Как сделать Лицензию На такси И скорее всего Глядя на инфографику Из вордстата Можно увидеть Сколько запросов Вообще есть в сети И сколько их В реальности И скорее всего Если я русский человек Я одно и то же Ищу и в гугле И в яндексе Собственно Это В принципе Поможет Дальше продвинуть И опять же Вордстат Если что Это бесплатный сервис Где можно Проверить Запросы За месяц За полгода За год Любые запросы По любой теме Хоть то Как сделать розетку Не знаю Как установить розетку Точнее Как там Помыть машину Как я не знаю Сварить пельмени Ну и вот Вы можете Эти запросы Повбивать И смотреть Сколько людей Ищут данную тематику И Типа Стоит ли Вообще По этой тематике Снимать что-то И Похожие запросы То есть Можно оттуда Надергать И примерно Понимать Что дальше Там вставлять Какие-то теги Допустим В свои ролики В общем Всем спасибо За просмотр Всех с Новым годом Январь месяц Начался 2022 год Стартуем Надеюсь Что этот год Будет Легче Чем предыдущий Всем того же желаем В общем Всем вперед Давайте Всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok